Дизель-шоу Смотрим Уси гроши зібрали усім народом навіть трохи більше Забирайте і вибачте ще раз А думались все-таки Ви такі наївні Ну я вас себе такими і представлял Дать три мільярда? Кому? Я Степан Грицко. На цих переговорах представляю реально народ Украины. Очень рад. Вы еще больше наивнее. Блин, это же простой прикол. 50 рублей у вас на Киевском вокзале стоит. Ой, что ж, аж жарко. Судя по вашей футболке, я так понимаю, денег вы нам не привезли. Сейчас будет рассказывать, что денег у них нет, а сами каждый месяц в МВФ кредит берут. Фу, хлопцы, как некрасиво. Рахувати чужие гроши. Хлопцы, я тут подумал. Мы же у МВФ берем гроши, чтобы с вами расплатиться, а у вас берем, чтобы МВФ отдать. То, может, вы как-то напрямую будете гроши гонять без посередников. Скажите сразу, вы привезли долг? А что ты так спешишь? Зараз сыграем и узнаем, кто кому еще должен будет. У меня тут новая колода. Вы собираетесь отыграть в карты такой огромный долг? Огромный? Тогда будем этой колодой играть. Она проверенная. Вы поймите, это три миллиарда. Три и девять нулей. У-у-у, это большая сумма. Тогда будем играть вот этими. Прекратите поясничать. Что это поясничать, хлопцы? Ой, хлопцы, давайте я так вам поясню, чтобы вам зрозумело было, да? На задачке, на прикладе. У мальчика Вовы было три яблука. Он отдал их мальчику Витти. Тот должен был поделиться с всеми. Но он их заныкал, поехал до Вовы. И вот они сидят в доме у Вовы, жрут эти яблука. А мы должны эти яблука отдать. Трохи дебильноватая задачка. Не сдаётся? Так. Мы всегда вас кормили и поили. Вы всегда зависели от нас. Да ладно. О, Владимир Владимирович? Извините. А можете я ещё раз повторить, что вы казали? Вы всегда зависели от нас. Мы всегда вас поили и кормили. Послушайте, мы пошли к вам на уступки. Да. Разрешили разделить выплату долга на три части. Да. А вы нам что прислали? Вот что вот это такое? Хлопцы, мы тоже пошли вам на зустріч. Разделили нашу ответ на три части. Вы всё первое. Будут ещё двое. Так, пожалуйста. Ознакомьтесь с документами. Это всё вам. О, можно мне сделать ещё пару копий таких? Мы вам каждый день отсылаем такие кипы документов. Я не понимаю, вы что ими топите, что ли? А ты не так и дурный, как заешься. Послушайте, мы ж можем и по-плохому поговорить. А, вы хотите по-плохому? Ну, можем и по-плохому. Control-shift. Значит так. Украина вводит моратории на все выплаты по еврооблигациям до полной стабилизации экономической ситуации в стране и отмены технического дефолта. А суверенность задолженности будет подтверждена только после верификации всех эмиссионных документов. Что? Я ж чего на яблоках и поясню вам, хлопцы? Послушайте, мы же можем и в суд подать. Хлопцы, я не юрист, но я вам скажу, что дело проигрышное. Выиграть его можно, но только в одному суде в свете. В каком? В Печерском. По-моему, мы просто с вами теряем время. О, до речи, давайте закруглятись, потому что мне еще в мавзолей хочу подивитися на лежачего вашего вождя там. Что вы Ленина не видели? А у вас там еще Ленин. Давайте так, зараз кинем у монетку. Якщо орел, то вы забирайте. Якщо орешка, то, извиняйте, бананів нема. Есть монетка? Да, пожалуйста. Давайте, давайте. Зараз швиденько, швиденько, часу нема. О, дякую. Так, ну все, готове? Оп-па. Ну и что это значит? Шо значит? У вас рубль упал, хлопцы. Шо выпало? Шо выпало? Орел. Еще раз, выбачайте, хлопці. Беду ваша взяла. Ой, ты. Щиро звиняйте. Звиняйте. Так, я надеюсь, это все пересчитывать не придется. То есть, получается, они нам все три части Бога уже вернули. Субтитры сделал DimaTorzok